Приветствую вас. Вряд ли, если мы скажем вам, как себя вести, например, как лучше себя поставить, как лучше выразить ваше, например, желание, да, как лучше выразить вашу позицию, вряд ли мы вам это скажем, а вы тут же этим воспользуетесь, например, и воспользовавшись этим, у вас сразу все получится. Вряд ли. Потому что, если вы какую-то модель поведения, например, не используете, то вам в любом случае, как бы, использование новой модели поведения будет достаточно неестественно. То есть вам будет достаточно, ну, вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, скажем так. Вот. А почему, почему я предлагаю вам немножечко другой такой подход, да. Может быть, вы сначала для себя сами определите, что вы считаете, или что могло бы быть для вас мягкой формой выражения своих, допустим, чувств. Что вот вы могли бы сами назвать мягким, ну, мягким проявлением своих желаний. Вот. Что бы вы сами могли назвать. И уже исходя из этого, вам можно будет двигаться куда-то, да. Вот. Потому что в противном случае то, что мы вам скажем, это будет просто нашей директивой, вот. Которая, ну, ничему хорошему не приведет вас. Вот. Так что, здесь первонадерго такой момент. Второй момент. Вы пишите о том, что вас нервирует его пропадание. Ну, то, что он пропадает. Соответственно, было бы очень неплохо, если бы вы выяснили, может быть, если бы вы подумали о том, почему вас нервирует его пропадает, по какой причине вас нервирует, то, что он исчезает, то, что он отвечает вам подолгу. Вот. А если бы вы подумали, как конкретно вас это задевает. Что, возможно, вы смогли бы скорректировать свое поведение так, чтобы мужчина увидел, что вы собираетесь, ну, что-то делать. Вот. Чтобы мужчина увидел, что вы не собираетесь мириться с тем, что происходит. Вот. Это очень, очень важный, на мой взгляд, момент. Вот. Поэтому, тут вот только так. Поможет, конечно, более детальное, более детальное исследование ваших отношений. Действительно, помогут и сообщения, но для начала желательно, конечно, выяснить, что именно вы чувствуете. То есть, то, что вас это нервирует, вот вы пишете, да, что меня это расстраивает и нервирует. Ну, это, как бы, такой, знаете, внешний, это внешний слой, верхний слой проблемы. Вот. А, как бы, желательно бы поглубже, поглубже посмотреть и выразить именно то чувство, которое есть у вас, в мужчине. При этом, взяв ответственность на себя за него, взяв ответственность за себя на него и, соответственно, уже показать мужчине, что не только он отвечает за то, что вы такое чувство испытываете, но и вы тоже. Ага, вы тоже отвечаете за него, вы тоже берете на себя ответственность за него и вы тоже заинтересованы в том, чтобы это чувство выражалось и выражалось. Вот. То есть, это вот такой, на самом деле, момент. Ну, а заходите ли вы обсуждать это с психологом или нет, чтобы лучше понять, что именно вы испытываете, это уже вам решать. Вот. Подумайте, что в этот момент вам хочется. Вот, когда вы испытываете расстроенность и нервозность, что вам хочется по отношению к молодому человеку. То есть, будет лучше, если вы аутентично выразите ему свои желания именно в этот момент. Вот так. На этом все, в принципе, что можно сказать. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.